Здравствуйте, мое имя Жданов Андрей Юрьевич, я кандидат педагогических наук, преподаватель, журналист, писатель. Сегодня мы с вами продолжим тему успеха, и я подойду, наверное, к важнейшему понятию, связанному с успехом, это планирование. Существует огромное количество самых разных методик, описаний, подходов и так далее, которые описывают планирование на каждом его этапе, как и что учитывается, как и что предполагается, как и что рассчитывается. Но я опять хочу от математики перейти к образу. Как только мы с вами получим образ, нам станет понятно, во что вкладывается вся понятийная база, умная база, связанная с правильным, успешным планированием. Когда я начал читать лекции под названием «Медиапланирование», я никак не мог добиться, чтобы мои студенты прямо сходу повторяли определение. Умные ребятишки, правда, у многих память лежит в Гугле и в Яндексе, но мне хотелось воспользоваться тем, что лежит в каждом из нас очень прочно. Это язык. И в русском языке, и в любом языке лежит огромное количество знаний, которые даже не надо вспоминать. Они лежат на поверхности. Итак, берем понятие планирования. План. Откуда происходит это слово? План. Я посмотрел. Оказывается, оно напрямую связано с англоязычным понятием the plant – растение. The plant в английском языке – это не только растение, это и фабрика, и любое производство, выстроенное человеком. The plant. А следующее понятие, абсолютно понятное вам. Плантация. И там, и там растение. Я имею в виду плантацию и лес. И в лесу растение, и на плантации растение. И в лесу земляника, и на вашей грядке, на вашей плантации садовая клубника. Которую мы называем земляникой. Чем же отличается плантация от леса? Увидели? Чем отличие, да? Представили свою грядку, свой огород? На наших огородах, на наших плантациях все выстроено ровненько. Все протоптано. Сорт к сорту высажен. У правильных хозяек и хозяев поставлены указатели, что и когда посеяно. Мы пропалываем все сорняки. Мы отслеживаем только верную породу. И при этом, что очень важно, очень важно. Каждый человек, работающий с растениями, прекрасно понимает, что в естественном цикле и в лесу, и на плантации есть весна, есть лето, есть осень и зима. В природе это естественно. Но как только мы подходим к бизнесу, который отвлечен непосредственно от земли, у людей это представление исчезает. Но на самом деле, когда вы при планировании любого своего предприятия и бизнеса, учитывайте вот эти четыре сезона. Весна, когда надо выбрать и посеять. Лето, когда самое главное – это пахать. Недаром слово-то есть такое. Летняя страда. Люди страдают на грядках. Во имя чего? Во имя урожая. Вот мы собираем урожай, приходит осень, а потом неизбежная зима. Как же это выражается в нашем бизнесе? Как это учесть в планировании? А мы так и учитываем, что составление самых главных выборов, время выбора, время, куда, в какую почву мы посеем наше семя – это весна. Но как только мы сделали выбор, все, сомнения прочь. Мы строго занимаемся делом. Даже если к нам приходят люди с другими предложениями, мы их смотрим. Но мы говорим не время, обсудим весной. Люди могут не понять, что такое весна в вашем понимании, но вы-то понимаете уже, про что я говорю. В этот период летней страды очень важно правильно относиться к конкуренции. Вы только представьте, если вы все посеяли правильно, если у вас растет прекрасный урожай, то все, простите, крысы и комары, все ваши, они все бегут туда, где растет самый высокий урожай. И поэтому, если вы слишком много обращаете внимание на конкурентов, которые есть, и самые комары, ну, извините, конечно, я никого не хочу оскорбить, но они лишь показывают, что вы все делаете правильно. Поэтому не тратьте много времени на других. Занимайтесь делом. Помните, я говорил про успех? Это время. Это очень важно. Чему мы уделяем свое время? Зависти и обсуждению чужих людей? Или я об этом подумаю завтра, я занимаюсь сейчас своим делом. Время. Не тратьте слишком много времени на других. Не отдавайте им свой успех. Занимайтесь своим. Ну, а после этого, когда пришла осень, ну что ж, что-то надо съесть, что-то надо закатать, что-то надо оставить впрок, а что-то надо, ну, отложить на черный день, потому что впереди зима, и нам ее надо пережить. Те люди, кто в бизнесе, очень точно планируют осень и прекрасно знают, как распорядиться со всеми плодами, они любую зиму проходят очень легко. Я не хочу хвастаться, но я просто знаю эту теорию и держу этот образ. Поэтому уже в 2019 году мне все подсказывало, что 2020 год может быть очень сложным. И вот поймите, я только опираясь на ту теорию, которую я вам сказал, сезонности бизнеса, сезонности жизни. Вот я так запланировал 2020 год, что пережил как обычную зиму. Да, урожай поменьше, да, работы поменьше. Но это не была катастрофа, это была зима. И за эту зиму мое предприятие спокойно, нормально подготовилось к весне. И когда меня спрашивают, как твое предприятие выжило, когда все конкуренты упали, я говорю, это была зима. Мы просто пережили зиму. Я поясню, что такое зима в личной жизни и в бизнесе. В личной жизни, как правило, зима очень четко связана со здоровьем. Если вдруг, неожиданно, болезнь цепляется за болезнью, если вдруг идет упадок сил, скорее всего, вам нужно сосредоточиться на своем здоровье, потому что организм перешел в режим минимальной энергии, и вот тут нужно ему помочь. В этот холод организма, я говорю очень условно, если мы будем очень сильно напрягаться, мы можем заболеть очень и очень тяжело. А если мы уделим день-два своему телу, отлежимся, отоспимся, отключимся, мы можем за одну ночь поправиться, поправить все, то есть исправить тот образ жизни, который привел нас к недомоганию, к зиме нашего тела. Если взять бизнес, приведу на своем примере. Я издаю журнал. У нас журнал периодический. Он выходит в феврале, апреле, мае, июне. А вот представьте, в июле у нас наступает зима. В июле. Почему? Потому что многие бизнесы не нуждаются в рекламе. Многие люди, которые могли бы по рекламе прийти и купить, они уезжают из Архангельской и Архангельской области. И поэтому мы можем вкладывать силы, мы можем вкладывать средства, а отдачи не будет. Потому что в июле, в периодической печати, наступает зима. Весна наступает с сентябрем. Потому что надо готовиться к школе, надо посмотреть, где купить учебники, надо посмотреть, где купить форму, надо посмотреть, где выбрать хорошего учителя-репетитора. Начинается поисковая активность. Это весна. Это весна. Потом у нас наступает, конечно же, предновогоднее жаркое лето. Причем лето в журнальном бизнесе. Это ноябрь. В декабре мы собираем урожай, подводим итоги, празднуем прекрасные гонорары и премии. И что же идет вслед за этой прекрасной осенью? Зима, выпадающая на сей раз, на январь месяц. У каждого бизнеса весна, лето, осень и зима могут выпадать на самое разное время. Бывает так, что на одной неделе мы можем пережить четыре сезона. Бывает так, что в личной жизни у меня весна, но полная зима на предприятии. Но когда вы держите этот образ, и когда вы умеете видеть знаки, вы четко определяете, что если сегодня мне вернули долги, я заключил очень серьезные гонорары и получил даже предоплату, это, скорее всего, осень. Потому что слишком много приходит. Поэтому я не все потрачу. Я что-то отложу. Потому что впереди, по сезонности, я уже знаю, мне предстоит короткая, но зима. Самый главный вывод. Когда вы планируете что-либо, что-либо, запланируйте, пожалуйста, зиму. И если вот в цикле весны, лета, осени, вы спокойно планируете зиму, у вас не будет никакой черной полосы бизнеса. Вы просто планомерно подойдете к закономерному, естественному, в кавычках, зимнему периоду. И все устойчивые предприятия, поверьте мне, выживают и живут именно потому, что они знают, в какой момент по плану надо отложить на черный день, надо подстелить соломку и перейти с обельной жирной пищи на постную. Дорогие друзья, это было немножко философии, немножко психологии. Но это очень серьезная вещь. Это образ, в рамках которого мы укладываем те ценные знания, которые вы получаете от лучших специалистов Архангельской области. Я желаю вам планировать четко, умно, естественно, добиваться успеха. А еще желаю вам счастья и здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова